Микс Ньюс В эфире дополнительный выпуск программы Разворот. Меня зовут Вадим Родионов, помогательный звукорежиссер Евгений Копеин. В гостях у нас сегодня российский журналист, главный редактор интернет-радио «Команда», бывший главный редактор «Радио Говорит Москва» Николай Яременко. Здравствуйте. Добрый день. Вы одновременно были главным редактором на трех московских радиостанциях. Это уникальный случай в российской журналистской истории. Во всяком случае, так об этом сообщают в интернете. Как так получилось? Все очень просто. Я был главным редактором «Радио Говорит Москва» с 2006 года. На этой радиостанции я работал долгое время. И была обычная история для очень многих людей, которые приходят владеть медиа. Это я не про себя. Пришли новые владельцы, которые к медиа отношения не имели. И обычно все происходит по кругу. Сначала они приводят в качестве главного редактора звезду. Ну, выгоняют старую неудачную команду и так далее. Приводят звезду. Звезда, как правило, за три-четыре месяца не может достигнуть результат. Приводят другую звезду. Потом возвращают старую звезду. Так делают по кругу, потому что хочется быстрых результатов. Быстрых результатов за полгода, за семь-восемь месяцев. Вот этих постоянных шарах они достичь не удается. И тогда, если владельцы адекватны, а я, слава богу, работал с очень адекватными владельцами, они предлагают кому-то из рядовых сотрудников коллектива возглавить. Человек работает уже годы, годы, годы знает, где подкрутить, какие блоки изъять, какие блоки поменять, какие вставить. И мне, как рядовому сотруднику «Радио говорит Москва», предложили сначала быть директором службы информации, замом главного редактора, ну а потом стать главным редактором. В холдинге было несколько радиостанций, никакого отношения к спортивной журналистике, к радиоспорт, который был параллельно в холдинге, я не имел. Но когда за первый год существования сменилось три команды, три практически коллектива, три главных редактора, мне спустя полгода, как начальство сочло успешного руководства «Радио говорит Москва», предложили еще руководить радиоспорт параллельно. Для того, чтобы таким антикризисным менеджером прийти, не столько к спортивным журналистам, сколько к человеку, который опять-таки подкрутит, подлатает, заменит и так далее. Уже не так успешно, но, может быть, уже не за полгода, но за год, за полтора и там были достигнуты определенные показатели. Поэтому на меня повесили третью радиостанцию, уже музыкальную, то есть была одна общественно-политическая, другая спортивная, третья музыкальная. И вот в таком качестве я просуществовал несколько лет, причем это была единая редакция, единый коллектив. Я не ходил в три разные комнаты, в три разных ньюсрума. Это был один коллектив. И когда владелец в 2011-2012 году продал эти радиостанции разным покупателям, получилось, что я должен определиться на такой извечный советский вопрос. С кем вы мастера культуры? А вы могли остаться при разных покупателях главным редактором трех этих радиостанций? Я не мог остаться главным редактором трех радиостанций, потому что это, во-первых, территориально уже начинались разные районы Москвы, а любое перемещение между районами Москвы занимает часы. Главный редактор – это оперативное руководство все-таки. Я привык, что я там сам составляю сетку, я влезаю во все орг-вопросы. То есть вы участвуете? Да, да, да. Я не некий сверху присланный начальник. И мне каждый из владельцев новых сделал предложение остаться, но остается, естественно, только у него. Я в силу разных причин решил, что как-то очень тяжело обслуживать меняющих СМРов Москвы. В тот момент как раз один менялся на другого. И поэтому мне уже немножко устало от политической журналистики. Она имеет определенные сложности, определенные нюансы. И интересно было бы остаться в спортивной журналистике, тем более, что там у меня появилось имя. Я был ведущим ежиутреннего шоу под названием «Теория заговора». Мы там объясняли, что все на самом деле не так, как вам кажется. Что во всем стоит заговор за кулисные игры, даже в счете 3-2. Это не просто так. Это своя нумерология, которая нам на что-то набегает. Ну, это, конечно, была шутка, но это было очень успешно. Проекты очень рейтинговые. И плюс у меня вышло 18 книжек за эти годы о спорте, преимущественно. Которые тоже хорошо продавались. Там самая успешная была «Футбол убьет Россию». И поэтому я решил, ну, почему бы не продолжать в мире спорта. Поэтому я остался тогда на «Радиоспорт». В 2011 году был выбор сделан в пользу «Радиоспорта». Вы ушли с радиостанции «Спорт», причем ушли со скандалом. Во всяком случае, это было такое резонансное решение. Как я понимаю, там тоже была задействована политика? Да, я всегда кругом получаю очередные радиомании, получаю очередные награды. Я всегда со сцены, надо же какие-нибудь слова произносить, чтобы не благодарить каждый год папу, маму, бабушку. Я всегда говорил, что классно быть спортивным журналистом. Потому что, во-первых, любой журналист внутренне должен быть оппозиционен. Оппозиционен не обязательно с флагами на митинги ходить, я не об этом. А свою некую внутреннюю фигу в кармане держать. То есть критичное отношение к власти. Критично относиться ко всему. Рефлексирующий человек – это тот, который… Ну, вы сидите, даже если вы напротив меня сидите и поддерживаете мои мысли, вы не обязательно должны подписываться под каждым словом. Вы некую дистанцию должны от меня держать, как ведущий. Потому что придет человек потом с другим взглядом, с третьим взглядом. Вы должны быть профессиональным посторонним. Не в обидном, в хорошем смысле слова. Поэтому как раз держать фигу в кармане или быть таким оппозиционным человеком можно, будучи спортивным журналистом. Потому что политики нет. Ничего не принимаешь на веру. Ни под чем безоглядно не подписываешься. И мне казалось, что в спортивном журналистике так можно жить очень долго. Оказалось, нет. Потому что огромное количество пошло указаний сверху, что подготовку к Олимпиаде не критиковать. Я говорю, как не критиковать? Ну, вот мы видим, вот здесь своровали. А здесь просто сам уже президент подписался под тем, что вот этого выгоняет, того ставит, этого будут сейчас сажать. Это Олимпийские игры в Сочи? Да, Олимпийские игры в Сочи. Я возвращаюсь. Потому что я уходил со спорта в 2013 году. Это было за полгода до Олимпиады. Мне, конечно, очень хотелось бы на единственном спортивном радио России провести домашнюю Олимпиаду и готовиться уже к домашнему чемпионату мира 2018 года. Но я решил, что есть все-таки свое имя, есть наработанное имя, и подписываться под абсолютной дурью в виде того, что это наша страна, поэтому нельзя говорить, что она проиграла в таком-то матче. Как это? То есть доходило до этого? Доходило до того, что играет там, я не знаю, «Зенит», «Спартак». Мы говорим, что вот сегодня, видимо, народная команда победит. Ну, те, кто хорошо там в московском футболе разбираются, знают, что часто «Спартак» называют народной командой. Вот. И говорили, ах, вы намекаете, что народ, а за «Зенитом» стоит «Газпром». Это значит, вы хотите сказать, что это антинародная компания? В голову такого не могло прийти. Ты просто пользуешься теми клише, теми шаблонами, которые есть, которые понятны слушателю. И при этом тебе говоришь, а тут ты политику влезаешь. И поэтому, когда я все еще готов был терпеть, везде можно было искать компромиссы. Ну, хорошо, зато я делаю любимое дело. Но когда собирают весь коллектив, всю редакцию, и нам начинают политинформацию читать, это наша страна, мы должны поддерживать представителей власти, потому что иначе все будут думать, что мы против нашей страны. Ну, вот такие дремучие какие-то лекции нам читали, но в какой-то момент это уже было за гранью. А когда спорт в России стал политикой, или спорт в России не переставал быть политикой? Потому что мы можем, конечно, разделить новейшую историю России, советский период. Вот если говорить о новейшей истории России? Мне кажется, с 91-го года он политикой перестал быть абсолютно. Последние политические решения были исключение «Динамо Тбилиси», торпедок у Таисии Жальгерис-Вильнюс из чемпионата СССР, по-моему, 90-го года, если не ошибаюсь. Это было последнее политическое решение, которое так иначе влияло на спорт. Все остальное это были... Ну, и, наверное, может быть, там вот эта сомнительная сборная СНГ, которая была в 92-м году на чемпионате Европы. И на Олимпийских играх тоже. Ну, в Олимпийских играх там не было выхода уже. С чемпионатом Европы там не все так было однозначно и просто. Но это еще отголоски политики. С 91-го, 92-го года и, наверное, по началу нулевых я вообще политики в спорте не вижу. И даже где политики хотели вмешаться и порулить, вроде как они быстро остывали. И если было какое-то влияние косвенной политики, то оно для спорта было благостно. Потому что если бы не было такого интереса Ельцина к теннису, я уверен, что и теннис такого развития в 90-е, ну, и потом уже шлейфом, конечно, инерционно, все это развивается в нулевые, не получил бы. И мы бы такого огромного количества звезд российского тенниса, и сначала мужского, потом женского, мы бы не видели. Тут политики не рулили. Это было такое косвенное, опосредованное влияние. Сейчас мы видим, конечно, желание порулить, желание... Ну, это же даже на каких-то простых вещах сказывается. Мы видим, как вдруг министр спорта очень хочет рулить всеми спортивными федерациями. Виталий Мутко. Да, 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 Виталий Мутко. Медалей Леонтьевич, как его называют, шутку. Как абсолютно услышав, почувствов какое-то дуновение политического ветра, начинает это истолковывать для мира спорта. Кому-то что-то показалось каким-то давлением на иностранцев, тут же мы начинаем в спорте, давайте сократим количество иностранных легионеров. Почему? Зачем? Что они вдруг тебя разочаровали, вдруг они перестали приносить результат. Нет, они играют, хозяева клубов их покупают. Значит, хозяева клубов, если это бизнес, решают. У нас ведь какая проблема на самом деле глобальная? Даже не то, о чем вы спрашиваете. Есть ли влияние политиков на спорт? Нет, в России очень сложно определиться, что такое спорт в первую очередь. Это бизнес или это социальная функция? Спорт и мир. Да, потому что нельзя одной филийной частью сидеть на двух стульях одновременно. Поэтому у нас вроде как говорят, посмотрите, сколько английская премьер-лига получает денег от английского телевидения. Какие огромные миллиарды идут. Давайте так же. Ну, почему-то в голову не приходит уровень футбола в АПЛ и уровень футбола в российской премьер-лиге. Ну, хорошо. Хотите так же. Пусть будет не так же, пусть будет в сто раз меньше, но уже по рыночным законам, по рыночным понятиям. Но это тоже определяется декларативно. Есть «Газпром», которому принадлежит дочерная компания «Газпром-медиа», внутри которой есть НТВ+, Матч ТВ, которые платят тому же самому РФПЛ, внутри которого опять есть «Газпром», «Согаз» и опять другие дочерные компании. То есть, получается, что «Газпром» строит отношения с «Газпромом». Да, эта цифра абсолютно декларативна. Вот давайте 25 мало, давайте 125. Хорошо, 125. Миллионов мало, дайте миллиард. Потом так скажем. Ну, это уже все перекладывание с кармана в карман. Ну, хорошо. Пусть кто-то пытается к этому относиться как к бизнесу. Но потом вдруг, если это бизнес, значит, есть банкротство, есть кто-то не выдержал, кто-то разорился. Тут, как только кто-то разоряется, обязательно приходит некий простой болельщик сверху, необязательно мутко его фамилия, и говорит, нет, ну тут же, как мы разорим команду Королесоветов из Самары? Тут же на территории Самарской области «АвтоВАЗ» миллион избирателей, как мы их можем бросить. Простой болельщик вы, естественно, взяли в кавычки. Да, да, да. Я курсивом пишу это словосочетание всегда. Вот. И поэтому тут же команду спасают. А это приводит тут же к социально-финансовым извращениям. Проще же не бизнес, футбол развивать, а приходить раз в полгода к обл. администрации, особенно если под губернатором кресло шатается, и он тоже хочет сделать некоторые популистские заявления, помочь избирателям. И говорят, ну вот те деньги, что вы год назад дали нам на три года вперед, они уже кончились, дайте еще. Ну и понятно, что эти деньги идут не футболисты. Мы видим, как сейчас в течение этого года принудительно владелец совместно с руководством края банкротит команду «Кубань». Просто откровенно банкротит команду «Кубань». Мы видим, как команда «Ростов», которая идет на втором месте в чемпионате России по футболу, играет весь год почти без денег. Но это не мешает команде идти на втором месте сейчас, и даже после некоторых туров занимать первое, и претендовать до сих пор на чемпионство. Но мы видим, поэтому вопрос ведь не в том, влезает государство или нет, а в том, что само государство не может до сих пор определиться, на какой позиции ему стоять. Что такое спорт? Бизнес или пропаганда? Вместе не получается. Футбол убьет России. Ваша книга же вызвала большой резонанс достаточно в России. Да, она даже для меня удивительно шесть допечаток была, что очень редкость. Футбол убьет Россию? Я думаю, в России футбол, они живут независимо друг от друга. Вы знаете, количество ведь людей, интересующихся в процентах спортом в России, постоянно следят за новостями спорта 4%. А когда происходят какие-то супер-мега-топовые события, чемпионат мира, Европа по футболу, если там Россия участвует, конечно, или там Олимпиада, то в отдельных случаях может расти до 6-8%. Сказать, что эта страна живет футболом, если 4 в мирное время и 8, когда... То есть, олимпийские игры – это 8%? Это максимум. Интерес к олимпийским играм – 8% в России? Тут немножечко надо разделять спортивный интерес к олимпийским играм и такой информационный фон. Потому что раз в 4 года все вдруг начинают резко учить правила кёрлинга, к примеру. Потому что все интересуются, вот и девчонки с палками, швабрами, что они там трут на льду, как они 20-килограммовые камни бросают. Но ведь давайте признаем, если мы вдруг возьмём 12 тараканов, раскрасим каждого таракана в цвета национальных флагов, мы обязательно всей страной разделимся и будем болеть за таракана с трёхцветным флагом, говорить, как он бежал, как он тренировался, хорошо ли его кормили, не было ли допинг-скандала. Опять все против России таракану дали позже выйти на старт. Мы и тут разделимся, будем. Но как только олимпиада проходит, этот интерес тут же пропадает. К чемпионату Европы был интерес, когда мы выигрывали, потому что кто-то слышал что-то там у Аршавина с женой не так, а вроде вот она где-то дала интервью, а у него такое платье. Это же такая светская история. Да, да-да-да, светская история. Абсолютно точно. За счёт этого не 4, а 8%. И при этом абсолютно, вот если уж к тему цифр продолжать, абсолютно неправы чиновники, когда обвиняют журналистов то, что они ищут скандалы, дескать делают себе на этом рейтинг. А мол, должны делать общее государственное дело, помогать спорту. Я, когда очень внимательно цифры отслеживал, ну сейчас я всегда за ними слежу, потому что у меня интернет, спортивная радиостанция, я могу сразу видеть в эту секунду, в данный момент, сколько слушают и с какой стороны это для меня чисто практические интересы имеет. А вот тогда я отслеживал данные Комкона и Гэллопа, ну те, кто замеряют разные радиорейтинги. Там нет возможности видеть в эту секунду, это всё-таки несколько такой телефонный опрос за последнюю неделю. И вот чемпионат Европы 2008 года. Россия проигрывает 1-4 на старте Испании. У меня рейтинг 4% у радиостанции. Это такой хороший рейтинг для обычного времени, когда ничего не происходит. Должно было бы быть больше, но проиграли, нет интереса, есть расстройство. Потом проходит 4 дня, Россия выигрывает у Греции, рейтинг у меня там 5%, ну я округляю. Потом выигрываем у Швеции и неожиданно для всех выходим в четвертьфинал. И рейтинг там 5,9%. Неожиданно в четвертьфинале мы бьём Голландию, рейтинг 6,8%. То есть, такого никогда. Потом мы проигрываем в Испании и дальше пошло 5,4, ну и догадывали к обычным величинам. Ну, обычно не упало, ещё было такой послевкусие месяц, но потом упало к обычным величинам, сколько было, 3-3,5-4, если хорошо. Все хотят быть рядом с героями, все хотят рядом с победителем быть. Это же как в Америке, когда спрашиваешь до президентских выборов за кого-то из кандидатов, и очень часто 52, 48, 53, 47, ну так, ноздря в ноздрю, да. На следующий день после выборов спрашиваешь, за кого ты голосовал, всегда 80, 20, 75, 25. Не потому что врут, а потому что всегда приятно быть с победителем. То есть, когда ясно, что эта команда победит или имеет возможность победить, то, в общем-то, сомневающиеся переходят в ту сторону. Да, да, такая спираль молчания, она вот раскручивается в нужную сторону. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, мы предлагаем вам присоединяться, звоните нам, также пишите в видеочате на портале mixnews.lv. У нас в гостях сегодня главный редактор российской радиостанции «Команда», радиостанция спортивного направления, Николай Еременко у нас в гостях. Ну хорошо, что касается еще одной вашей книги, эта книга посвящена Олимпийским играм в Сочи. И была написана до Олимпийских игр в Сочи, была написана анонимно. И там вы написали предисловие, я читал в одном из интервью о том, что вы не скрывали, но это было решение издательства, они попросили вас сначала ваше имя не упоминать. Нет, немножечко не так, там решение не издательства было. Я все книжки пишу, не пытаюсь искать какие-то компромиссы, о чем-то рассказывать, о чем-то нет. Есть вещи, когда нельзя рассказывать какие-то бытовые вещи, но я, что называется, сразу придам источник информации. Я ему внутри его коллектива, ну скажем, если мне рассказывают Игорь Кенфеев, как он подрался с Александром Уняковым в перерыве товарищеского матча в футбольном сборной. И что Анюков с какими конкретно словами сказал. Я понимаю, что если я на завтра это опубликую, ну, источник информации, источник слива будет понятен. То есть его сразу можно высветить. Да, да, и сам Игорь будет переживать, потому что и мне уже никогда ничего не расскажут. Это неправильно, поэтому я выжидаю полгода, и когда где-то это уже что-то вылезает, ну, в книге это уже можно написать. А так, по большому счету, я все, что вижу, все, что говорю. Я ездил в Сочи перед Олимпиадой за год до начала, я все это видел. И я, естественно, описываю только то, что я видел своими глазами. Фотографии, которые я сам делал. Там, ну, это то, что увидишь своими глазами, там нету никакой обработки фотографии, нету никакого там фотошопа, да. Все, что есть, даже видно, что это сделано на весьма бытовую камеру, без сложно выстроенной композиции и так далее, и так далее. Ну, тема ценная, это такие репортерские как бы снимки. И я все это писал, я заключил договор в начале 13-го года с издательством, как Николай Еременко, главная афера тысячелетия, навстречу Олимпиаде в Сочи. То есть, никакой задачи быть анонимным автором не было. И тут вдруг приходят на радиоспорт как раз новые владельцы. Им надо было очень входить под знамена пропаганды спорта. Тут же заключили некий там нелепый договор с Национальным Олимпийским комитетом, с Министерством спорта, ну, со всем, с кем только можно. И, естественно, ну, как всегда в таких случаях происходит, придумали попечительский совет, который нигде собираться не будет, но вот вроде как он должен быть. И попечительский совет возглавил Александр Жуков, с которым я лично в замечательных отношениях. Это вице-премьер. Вице-премьер, да. И глава Национального Олимпийского комитета России. Он ко мне приходил на интервью еще в 97-м, 98-м, 99-м, когда еще был там и в Госдуме работал, а потом опять в исполнительной власти работал. И я в личных с ним отношениях совершенно нормальных, но здесь очень неправильно, когда главный редактор радиоспорта пишет книгу, против вот этой олимпийской темы, которую его разглавляет вроде его прямой руководитель, глава попечительского комитета радиоспорта. Поэтому руководство жестко на радиоспорт поставило условие, что вообще никаких публикаций быть не может, а книга написана. И тогда издательство предложило вариант, ну, давайте сделаем такую литературную мистификацию, что этот текст вам подбросили на рецепцию, зная об этом. Вы напишите свое предисловие. Ну, внимательный читатель все равно увидел, кто автор, потому что все мои книги, они такое одинаково серийного оформления, и они очень похожи по стилистике друг на друга, по тому, как обложка выглядит, как выглядит корешок. То есть, как вы могли бы вас вычислить? Конечно, уверен. Ну, это не нужно. Договоры поднимаю в издательстве, и все. Знаете, как в советские времена находили, кто писал письма читателей? Они приходили в газету и смотрели, кто получил гонорар за эту статью. И там было не выдумано имя. Всегда это можно было найти. Так и здесь. И мы вот с издательством пошли. Дмитрий Быков, кстати, вычислил меня. Он взял у меня потом интервью перед Олимпиадой, он вычислил. Я читал это интервью. Да, да, да. Ну, вот подпием она так в двух-трех словах, если об этой книге. Но как эта книга и ее издание, в общем, повлияло на вашу профессиональную жизнь? Были последствия? Последствия были, может быть, только у издателя, потому что книга очень хорошо разошлась. Она появилась. Почему-то боялись долго-долго. Она появилась на книжных полках только в начале января 2014 года, хотя была написана еще за год до этого. За месяц до Олимпиады она продалась вся. И в конце января сделали допечатку. Есть человек в этом издательстве. Я не буду тут называть имена, фамилии, потому что в данном случае это пересказ его сотрудников. Не знаю, правда это или нет. Номенклатура книг большая. Естественно, он в своем издательстве не может прочитать все. Книга, которую я выдерживаю второй тираж, это, как правило, доля процента. А тут книга через месяц уже допечатка, поэтому он из интереса берет книгу в руки, листает, и ему становится страшно. Может быть, год назад ему не было бы страшно, а вот теперь ему страшно, потому что кругом уже через пять дней открытия Олимпиады, одна олимпийская тематика в прессе. И он дал указание всю книгу под нож. Вся допечатка была опущена под нож. Поэтому я, можно сказать, я-то не пострадал, но книга пострадала. Поэтому мне тут немножко обидно было. На мою карьеру это не повлияло, потому что я для себя уже в тот момент принял все решения по поводу радиоспорта. На радиоспорт я уже не присутствовал в тот момент. Поэтому, по большому счету, пока я не... Может, где-то, конечно, нужная папочка в нужном месте лежит, чтобы в нужное время ее достать. Но пока стучу... Неправильно стучать по столу, на котором стоит микрофон, а я знаю. Но стучу по дереву для того, чтобы... Честь, что никак это не повлияло. У нас есть звонок. Давайте начнем эту часть программы. Со звонка только что был у нас сорвался. Я напомню. Телефоны прямого эфира. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Я хочу поблагодарить Николая Елененко за его утренние эфиры с господином Данилевичем. Весьма познавательно и весьма интересно всегда. А вопрос будет такой. Я как старый болельщик ТСК, вопрос будет такой. Есть ли шанс у нас сегодня в Казани? Все, спасибо. Спасибо. Ну, если вы слушаете, как выясняется, наши эфиры с Данилевичем, вы знаете, самый главный ответ на звонок любого слушателя – шансов нет. Это методика прогрессивного гундоса. Лучше погундосить, а потом неожиданной победе обрадоваться. Но я считаю, что ЦСКА в очень разобранном состоянии подходит к финальной части сезона. Чемпионской игры не показывает, хотя это очень такая непонятная тема, что такое чемпионская игра. Не на каждую страну достается Барселона, Бавария или Манчестер Юнайтед. И поэтому чемпионская игра математически – это та игра, которая позволяет тебе занять первое место. ЦСКА идет на первом месте, в этом смысле игра чемпионская. Но тех показателей, на которых команда была в прошлом году, я сейчас не вижу. Что касается российского футбола. Это тема, которая волнует многих, даже тех, кто участвует в КВН. Почему в стране, где проживает как минимум 140 миллионов человек, с футболом дела обстоят хуже, чем, например, в Голландии, где население гораздо меньше? Или во Франции? И можно еще перечислить ряд европейских государств. Почему? Нет нормальной системы детско-юношеских школ. Никто не заинтересован в том, чтобы развивать там тренерские коллективы. Все эти игроки, которые завершают карьеру и хотят идти в тренеры, но они же у меня от себя. Ну, если, конечно, еще не тренерами команд высшей лиги, да, первой лиги. Ну, хорошо, чуть-чуть, годик, полгодика во второй лиге поработаю, потом, конечно, буду выбирать из высшей. Никто не думает о себе, как о тренере детско-юношеской. Дело не в престиже, а дело в том, что когда тренер получает 5-7-9 тысяч рублей, в переводе на более понятную валюту, до 100 евро с копейками в месяц в каком-нибудь регионе, не всякий родитель такому тренеру, во-первых, отдаст ребенка, потому что мотивация у такого тренера сомнительна. Начинаются странные поборы, причем во всех видах спорта. Это нормальная практика в хоккее, когда вот эту пятерку ты берешь с собой, говорят тренеру, потому что она будет играть, делать результат, а вот эти две пятерки, потому что за них родители заплатили. Но с хоккеем же получилось. Я не могу сказать, что с хоккеем получилось. С хоккеем мы видим совершенно особую историю. Есть лига, которая противостоит федерации. Лига, которая федерации не подчиняется. И, по большому счету, Владислав Третьяк, легендарный вратарь и легенда хоккея, но не всегда легенда становится хорошим чиновником. Мы видим, что Третьяк, по большому счету, очень мало за что отвечает. И вся его работа – это бодание с континентальной хоккейной лигой, его торговывание себе каких-то преференций. А вот давайте здесь на неделю сделаем окна для тренировок сборной на еврохоккей-туре. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому здесь много вопросов про хоккей. В футболе мы видим… Ведь как говорят, ну смотрите про школьников. Ну, этот мальчик учится плохо, ну потому что он спортсмен, он там в спортивной школе учится, ну как бы ему либо спорт, либо нет. Такого, например, уже нет в Германии. Такое было в Германии 15 лет назад. Такого сейчас нет в Германии. Германия умудрилась в 2002, 2004, 2006 начать серьезную реформу подготовки будущих футболистов. Ведь сейчас Россия находится, с футбольной точки зрения, как-то неудивительно прозвучит, там же, где в 2004-м находилась Германия. Два года до домашнего чемпионата мира, а футбола нет. При этом Германия до этого побеждала в чемпионате мира, там была уже мощная база в 90-е годы. ГДР после объединения Германии. И сейчас все будет, Германия будет всерьез и надолго. И вот этого притока ГДРовских футболистов хватило, ну, на очень небольшое количество времени. Потом все посыпалось. Германия по инерции участвовала в чемпионатах мира, все-таки она ниже определенного уровня не падала. Да, общий средний уровень Германии всегда был выше общего среднего уровня России по футболу, конечно. Но команда, по большому счету, не имела никаких перспектив, и все бы страшно удивились, если в шестом году она домашнего чемпионата мира выиграла бы. Ну, как, собственно, и случилось, она завывала бронзу. И то это было уже выше головы. Но Германия нашла в себе силы очень много реформ. И сейчас я не буду про эти детали реформы рассказывать. Кому интересно, «Das Ребут» есть такая книжка на английском языке про немецкий футбол. Скоро выйдет она, летом выйдет она на русском, перевод есть. По-русски она будет называться очень длинно. Это «Как немецкий футбол перевернул и заново завевал весь мир». Ну, не знаю, зачем такой заголовок. Перекруженный. Да, книжка скоро выйдет. И там безумно просто объясняется вся система. Просто бери и переноси. И, кстати, в Германии сейчас удивительный факт. Если ребенок играет, занимается спортом, то у него и средний уровень оценок в школе выше. В отличие от того, с чего я начал эту историю. Занимается спортом, значит, ну, можно на что-то смотреть спустя рукава, сквозь пальцы. Потому что, если ты занимаешься спортом, ты ответственный уже. Ты структурируешь свое время. Ты умеешь относиться ответственно к планированию. То есть, у тебя уже много-много-много вот таких нюансов. Ну, что касается латвийского футбола. Следите за ним. Ну, я следил внимательно, когда он был на уровне. Когда был Старков тренер. Когда в 2004 году первая из постсоветских стран. Да, раньше Украина. Ну, я Россию не беру. Раньше Украины команда отобралась на континентальный турнир в 2004. Даже умудрилась, по-моему, в ничью с кем-то, с той же Германией сыграть в 2004. Да, в Германии. Ни одного гола, по-моему, не забили. Но ничья и два поражения. Никто и не ждал тогда от сборной Латвии. Ну, это был уровень. Сейчас, конечно, к сожалению, я знаю огромное количество агентов в мире футбола, которые латвийский футбол воспринимают как такую... Ну, не хочу сказать прачечную. Я плохо знаю здесь местную специфику. Футбол именно. Но воспринимают как такую перевалочную базу для ряда футболистов. Когда какая-нибудь команда из Юрмалы покупает какого-нибудь африканского футболиста с финским паспортом 30 января, и 31 января срочно его сдает в аренду в московский клуб, ну, я кроме как коррупционной составляющей в этом не вижу. Коррупционный не обязательно незаконный. Ну, того, что здесь кто-то получил долю с этого перехода. Здесь и латвийской команде ничего не досталось. Нет футболиста. И при этом где-то какие-то деньги потратили. Все агенты довольны, все радостно потирают руки. Но я общаюсь с Константином Сарсани. Он, правда, в Литве находится, не в Латвии сейчас. Там занимается и тренерской работой и так далее. Но у него очень много контактов с латвийским футболом. Но он рассказывает вещи, которые очень печальны с точки зрения перспектив латвийского футбола. А что касается... Хотя я знаю людей, которые серьезно в клубный латвийский футбол вкладываются. Знаю пул инвесторов, которые вывел сейчас в элиту латвийского футбола Динамо Рига. Который теперь называется ФК Рига. Пока, правда, дела складываются не очень хорошо. Команда там пока идет на нижних строчках. Но, по крайней мере, это люди, которые действительно вкладывают свои деньги пока. Вкладывают серьезные деньги. И считают, что если не в этом сезоне, то в следующем сезоне ФК Рига обязательно выйдет в Еврокубке. И вот тогда все пойдет. Поэтому, если люди... Это российские пол инвесторов. Если люди в этом заинтересованы, значит, они верят в это. Что касается договорных матчей. Потому что и Латвию сотрясали скандалы, и Россию сотрясали скандалы. Да, в общем-то, и Европа тоже. Вот насколько сейчас-то большая проблема? Как можете это прокомментировать? Эта проблема будет всегдашняя. Очень сложно идти против природы человеческой. Если вы можете заработать условно, я фантазирую, допустим, 100 тысяч евро долгим трудом на протяжении очень многих месяцев и лет. Или заработать его, несколько не согласуясь с законом, но быстро и легко, и при этом никто ничего не узнает. Ну, наверное, я думаю, что... Ну, я, конечно, подозреваю, что вы глубоко порядочный человек. Но подписываться не буду под тем решением, которое вы примете. Потому что подозреваю, что что-то шевельнется, и вы захотите все-таки, будучи футболистом, получить эти деньги легко. Соблазны такие есть. Соблазны есть. Соблазны есть, и побороть этот человеческий соблазн очень сложно. Поэтому я подозреваю, конечно, в ряде видов спорта, где, ну, можно быстрее не доказать, а подозревать договорной характер матча, как в теннисе, например, да, когда там 6-1, 6-1, отказ победителя. Что-то рука заболела. На третий с этого идти не смог, да. Вот там ловили Николая Довыденко на этом ловили. Ну, как бы вроде не отстраняли. Но можно там очень четко сделать какую ситуацию. Если тебе предложили сыграть договорняк, ты не согласился, конечно, ты обязан донести, кто, когда, при каких обстоятельствах. И если ты не донес, полгода дисквалификации. Это работает. Это очень хорошая штука. Я знаю человека, Екатерина Бычкова, которого на это осудили на полгода. Ну, сейчас играет уже, но она уже. Теннисистка. Теннисистка. Российская. Российская, да. Есть огромное количество подобных ситуаций. Если в футболе бы была политическая воля и желание навести порядок, то да. Но мы видим, ведь в футболе есть группа интересов. Мы видим, что Зеп Блаттер запустил Снежок в Мишеле Платини год назад. И Снежок посыпался, превратился в такой снежный ком, потом в целую лавину, что она снесла и Блаттера, и все его окружение. Уж не говоря там о Платини и так далее, и так далее, и так далее. Они вроде оба говорили о том, что надо бороться с агентами, с агентским бизнесом, которые, конечно, это кровеносная система футбольного организма. Это основа движения между клубами, трансферная политика. Но агенты превращаются в хвост, который виляет собакой. То есть они уже начинают рулить всем. И как только один и другой что-то сказали про агентский бизнес, не стало ни того и на другом в спорте. Конечно, можно сказать, совпадение. Но как-то оба быстро про агентский бизнес замолчали. Подозреваю, что там столько всего интересного, если копнуть. Ну и желающих копать там тоже не так много. А история с Марией Шараповой, история с мелдронатом, латвийским препаратом, которая прозвучала на весь мир, это тоже из серии борьбы за интересы, борьбы за интересы в спорте, за влияние в спорте. Тут другая история. Или здесь просто так совпало? Я не вижу здесь никакого политического заговора. Очень легко сразу объяснять, что это козни, видите, весь мир вокруг России, только ищут за что куснуть. Я так не считаю. Я считаю здесь абсолютно промах российских околоспортивных чиновников. Я об этом уже там ни одну статью написал, ни одно интервью дал и ни одну передачу провел с фактами и прямыми. Да, сейчас у меня нет в руках конкретных цитат. Но смотрите, вот если очень на пальцах просто объяснить. Алгоритм очень простой, как попадают препараты в допинг-лист. Точнее, есть допинг-лист, есть список запрещенных препаратов, которые намного шире. Там фурсимид, допустим, мочевыводящий. Он, конечно, не является допингом, но замечательно скрывает следы допинга, поэтому он тоже запрещен, за что в свое время Ирину Чащину, гимнастку, наказывали. Какой может быть допинг в художественной гимнастике? Тянуться от этого лучше не станешь, как говорили спортсменки. Да, да, да. Но она формально нарушила, два года дисквалификации получила. В свой короткий срок, сколько ей отведено быть гимнасткой, два года она пропускала. И еще там одна была с ней коллега, поспорно, не помню фамилию. Так вот, ситуация какая? Очень простая. Каждый год любая национальная антидопинговая ассоциация имеет право внести те или иные препараты в лист мониторинга. В 2014 году, в 2013 году документы американская USA дготовила, в 2014 году внесла. Все проголосовали, в том числе наши, не глядя, под вас всем подписались. И с 2014 года, год он был, этот препарат в листе мониторинга. То есть, можно, наказывать нельзя, объявлять ничего нельзя, шантажировать никого нельзя. Но можно вскрыть все старые пробирки, они же по 8, по 10 теперь лет хранятся. Старые пробирки вскрыть и посмотреть, что там происходит, у кого что. Выяснилось, что вся Восточная Европа, и особенно постсоветское пространство, активно принимает этот препарат. Там пара скандинавов и один случайно пробегавший кинеец почему-то мимо, да, тоже были с этим препаратом. В основном это постсоветское пространство. Кто мешал, спрашивается, российским чиновникам точно такие же аналоги мельдония, мелдраната найти, которые принимают на другом континенте, в Северной Америке, в других частях мира. Кто мешал такие же препараты внести в список? И начинайте торговлю. Это ваша работа, вы для этого там присутствуете. Начинайте торговлю. Вы же ходите, тратите командировочные, там всем улыбаетесь и так далее, а потом в сентябре 2015 за это голосуйте. Хорошо. Упустили. Кто-то упустил, уволили. Хотя никто за это не наказан. Кто мешает, когда 30 сентября 2015 года это опубликовано? Кто мешает нам это дальше выяснять, кричать? Запускайте мировой хэштег «Спасти Машу Шарапову». Кричите на весь мир, что у него предрасположенность к наследственному сахарному диабету. Без этого лекарства ей никак. А это правда. А кричите, что если она три месяца будет без него, то это просто ей кранты. Извините за неэфирный сленг. Что угодно. Представляете, как будут всем миром поддерживать любимицу? Уже к концу декабря, когда это официально войдет в список запрещенных препаратов. Никто же этого не делал. Я сейчас не о том знала, не знала Маша. Она взяла все на себя. Это ее личное решение. Пиарщики молодцы, все правильно подсказали. Один только в Фейсбук у Маши Шарапова ведут 7 человек. Я думаю, там есть и свои юристы, и свои врачи, которые когда надо, что надо, как надо подскажут. Поэтому я не очень верю к тому, что письма получала, но не читала. Но это за скобками отдельная история. Но Россия должна была быть заинтересована в том, чтобы Маше помогать. Почему? Экспансия всего российского запрадела России за счет каких спортсменов происходит? За счет тех спортсменов, у кого есть миллионы. Миллионы не личных гонораров, хотя это тоже. Но миллионы личных фанатов по всему миру. Если мы с вами сейчас начнем считать, мы насчитаем с вами, наверное, только трех российских спортсменов калибра Шараповой. Это сама Шарапова, Овечкин и Есенбаева. Вот из ныне действующих. Аналогичных сейчас спортсменов, которые имеют миллионы фанатов по всему миру российских, и в мире их все знают, их больше нет. Илья Ковальчук уже не в обойме? Ну, на Илью Ковальчука там есть свой набор обид, там есть еще кое-какие нюансы обид за океаном. Ковальчук и Радулов, там отдельная с ними история, просто сейчас мы далеко очень будем углубляться. Но я не беру сейчас, мы можем топ-3, топ-4, топ-5. Вопрос не в количестве фамилий, вопрос в самой сути. Если Россия хочет, так сказать, экспансии всего российского зарубежья, то вот это и есть самая лучшая, самая мягкая, самая замечательная экспансия, которая еще и не стоит денег России. А Шарапова не на деньги, Россия тренируется, выступает и так далее. Поэтому Исенбаева не из российского бюджета берет деньги, а Вишкин тоже не из российского. Вот замечательно. Кто мешал оказать юридическую и прочую-прочую помощь этим спортсменам? Поэтому, конечно, это проблема российских околоспортивных чиновников, спортивных чиновников, которые просто элементарно не доглядели. Я иначе эту ситуацию не истолковываю. Хорошо. У нас очень мало времени, к сожалению, остается до конца эфира. Попрошу вас заняться неблагодарным делом, что касается Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и что касается предстоящего чемпионата мира по хоккею в России. Какие ожидания? У России шансы занять первое песто есть, но если бы меня попросили сделать сейчас финансовую ставку, я бы скорее нет, чем да. Думаю, что традиционные... Ну, тут надо смотреть, как сетка будет складываться, на кого будут попадать, но даже вылету в четвертьфинале я не удивлюсь. Хотя, скорее всего, какой-нибудь призовой третье место. Если мы про Рио-де-Жанейро, тут надо понимать, хоть мы вроде как говорим, что политических заговоров не видим, но есть такой административный заговор. Страна, которая имеет благосклонность судейства на домашней Олимпиаде, а мы имели благосклонность судейства, конечно. В Сочи. В Сочи, конечно. Есть виды спорта объективные, но три первых места на гонке лыжников 50 километров, конечно, там судей ни при чем. Это объективно три лучших. Так сложились звезды, молодцы. Но в фигурном катании мы видели, конечно, настолько субъективный вид спорта, настолько судей тянули россиян, что вопросов вообще никаких нет. Но ведь не вытянули? Ну, нет, никто не подписывался по тем, что всех вытянуть, да? Но, тем не менее, все, что могли мы собрать, мы собрали. Все, что по максимуму хотели собрать. Ну, плющенькая жека, шуруп там, ну, что-то там отвинтилось, да? Но это другой вопрос. Сейчас, конечно, всегда хозяин потом на следующей Олимпиаде чуть-чуть подоткатывается. Не будут нам помогать, конечно, на зимней Олимпиаде в Корее в 2018 году. Но и здесь я не прогнозирую уж очень лояльного отношения. Я думаю, что в топ-пятерку в общекомандном зачете Россия не попадает однозначно. Не попадает. То есть, это, конечно, награда пятого штука, но, скорее, будет какое-то шестое-седьмое место в общекомандном зачете. Таков мой прогноз. Ну, что ж, на этом мы сегодня завершим наш эфир. Время, к сожалению, подошло к концу. Николай Еременко был у нас в гостях. Главный редактор российской интернет-радиостанции «Команда», бывший главный редактор «Радиоспорт» и «Радио говорит Москва». Спасибо большое, что пришли. Спасибо вам.